закат близится но мы поедем прямо в самый центр и поснимаем там интересное наблюдение заказали яндекс ждать его 8 минут а до места это ванта башня идти 12 минут так что мы решили пешком пройтись заодно теперь будем показывать в городе очень много стройки происходит дороги строят тротуары эти все маленькие улочки некоторые из них облагораживаются интересными у них улочки конечно но вот типичная улица тротуаров нет машинки катаются и такие проходы в дома туда дворы сюда дома туристов катают на таких штуках электро на самом деле эти осталось 500 метров он мужики в нарды играет точнее в карты и вот очень правильное время выбрали на закате пришли лицезреть эту красоту и вам ее покажут так что подписывайтесь и не переключайтесь так ну вообще это называется ансамбль по и колян в бухаре здесь медресе собраны всякие мечети конечно мозаика шикарная там внутри лавочки всякие но сейчас мы обязательно пойдем и дойдем с вами до самой центральной площади скажем так птицы фотографии тут и базарчик и покушать можно и мяч вам погонять если есть такое желание но нам мне кажется туда надо посмотрим все пока свет мы с вами погуляем по комплексу а потом пойдем по лавкам пройдемся но народ вышел гулять а нам прямо с вами тут даже продают антиквариат причем разной лавочкой часть закрыта часть открыта нам надо с вами вот прямо и налево уже кое-где начинает подсветку включать это просто улочки говорят что это все реконструировано потому что был товарищ такой фрунзе который тут устроил военные действия и собственно говоря кучу миноретов своими вот этими действиями он порушил во многом ради именно этого места приезжают сюда люди в бухару узбекистане конечно строение колоссальное все руками человека сделано мозаика шикарная и народ явно подходит сюда к вечеру потому что днем жарко такие камни мир араб 1530 1536 года архитектурный памятник медресе дрессе это была наверное школа такие двери огромные ну-ка там что я вас проведу а видали я даже такое не видела вы видели какая маленькая дверь да четко подчеркивается силуэт строение на фоне заката мы еще завтра сюда придем днем обязательно но погулять по этому комплексу потому что еще и здесь зиндан это такая старая-старая тюрьма и мы к ней обязательно подойдем смотрите там даже молитвы высечены конечно огромное здание такая башня суперских размеров тут смотрите какая арочка туда подымался мала и звал на молитву ведь какие улочки с подсветочками туристов покатили куда-то значит попробуем с другой стороны обойти посмотрим что там так обходим мы вам кстати зиндан как раз таки здесь реставрация непонятно написано но я вам такая площадка целая площадь я бы сказал гонки электросамокатов смотрите какая прекрасная улочка зеленая тихая этот комплексу прямо от него выходит и оттуда он продает напитки всякие юка растет опять же цветы всякие очень зеленая и велосипеды в аренду он сдает любит этот птиц куча так аккуратно под парковка пологая штука впереди далее гоняют прямо прямо птиц то сколько один тело ту штуку по смотрим там люди сверху ходят на вас собственно зиндан надо сюда конечно по свету прийти уже темнеет и он старая наверное это водонапорная башня была перед ней сделали обзор на я вижу там винтовая лестница внутри и лифт рядом построили пристроили точнее ну вот а вход зиндан видно его вот вход мы туда наверное уже пойдем завтра с утреца а пока обойдем его вокруг вот эта штука вот называется шуховская башня а на первом этаже ресторанчик бухара tower передвижная самса пожалуйста шашлыки и это что-то непонятное под землю а сверху такие штуки это караван караванщик ведет караван слышите драка какая-то вообще кучей птиц там слышно как они сидеть о какая красота это вот деревянные колонны и все это резное сверху похоже это мечеть причем она действующие человек может быть да ну какие своды эти вот колонны это дерево здорово архитектурный памятник минарет балахавуз находится под охраной государства 1916 17 года тут какой-то пруд народ тоже отдыхает вечером сидит так вот мы пришли к более светлому месту это на полоте на котики и слоники собачки коллекции значков и прочих вещей все ручную сделан да похоже на кожу до серебро уже видите закрываются лавочки люди гуляют blacksmith это как раз кузнец здесь уже наверное закрыта на он уже ушел может быть днем попробуем его застать смотрите сколько тут ножей какие ножи ножницы есть есть он бабочки ниже болисонг точнее называется такой нож это кухонные ножи вот да острая нам нельзя брать там он и меха и что угодно еще это знаменитый кузнец здесь видите славные парни какие керамика всех видов тоже красивые не очень ручную покрашены ну как ручную там конечно есть трафареты такие наносится но сам факт после обжига вот остается красивая посуда народ лопает сидит все столики практически заняты это значит что значит у хорошо кормит очень оживленное какое-то место амар хаям тут кстати вот я обратил внимание хостелов и отельчиков в этом историческом центре очень много практически в каждом здании если не продают что-нибудь то значит там хостел а если и продают тоже бывает хостел вот кафе бухара выездом выезд пышбом вот еще какая-то штука лавка охта внутри то пойдемте хоть посмотрим какое строение видно что старенькая такой люстры большой здесь ребята вам прям ткут прям здесь смотрите какие на очки для подушек здоровски отель шахристан это уже не сами наверно сделали башмачки да какие бархатные тяги у нас есть такой дошли шли шли смотреть как у улицу нашли из лавочек состоящих идем с вами прямо это какие-то гравюры или очередной папирус ручками нарисовано все на что написано архитектурный памятник и к сожалению не видно больше 16 века баня и хухры-мухры находится под охраной государства а вот он кузнеца здесь кует кстати здоровски шапки какие замки в виде рыбы вот кузнецы делают ты знаменитые ножницы в виде аиста а вот интересный он там места под пол ну выше по ручками и дошли по этой улице так вот и вот так она идет так и пойдем так шли шли но такую площадь вот пришли тоже отель азия бухара много бы помпезный отель еще целый тоже интересное место сейчас я посмотрю на карте что это ну вот по яндексу это ханака диван беги или ляби хаус наверно это она и есть на деле кафушка и пруд на вокруг но даже не одна он там верблюды всякие здесь сейчас узнаем что это в общем это века это мемориал находится под охраны его народу то народу песнопение даже живая музыка мороженку решили взять такие вот шарики возьмем так идет заказ товарищ уже на заказывался короче четыре вот таких вот по три получилось семьдесят две тысяч сомов примерно двадцать шесть детон три четыре тысячи мороженое это штука популярная должен я вам сказать потому что днем тут наверняка жара поэтому мороженое тут любят вот же она средин улице смотрите этаж наклонилась строение а это вон с птицами с аистами смотрите как и птички сюда точно нужно зайти медресе надир диван беги 1622 год и ресторанчик внутри сразу раз и и совершенно другая атмосфера от шумной улицы а вот они вот это мне нравится в ташкенте такие тут тоже штуки видел они вплетают лампочки деревья и выглядит это замечательно ну не новый год но выглядит это классно до ночью кукол дождь кардин если я верно прочитал да вон кукол дождь ателье кукол дождь а это сад кукол дождь там и получается идем в сторону нашего гестхауса первый этаж так выглядит гостевого дома куча наград дипломов вот